Здравствуйте! Сегодня мы попробуем построить двойные фазовые диаграммы для тройного сплава. Это означает, что нам нужно будет построить три двойных фазовых диаграмм и будем исключать недостающий в каждой двойной фазовой диаграмме химический потенциал определенного элемента с помощью уравнений. Или, если это не получится делать с помощью уравнений, будем просто полагать химический потенциал данного элемента равным нулю. Теперь первое условие – это то, что химический потенциал для нашего сплава должен быть равен меньше нулю. То есть химический потенциал для каждого элемента. Далее. Уравнение 6 дает нам равенство энтельпии и суммы химических потенциалов каждого элемента. То есть эти значения мы не знаем. Мы можем определить пределы, в которых изменяются эти величины, но значения каждого для сплава Гейтлера мы не знаем. Мы знаем эту величину, которая называется энтельпия. И энтельпия обычно записана в азикаре как энергия нулевая или как F. Но там тоже есть свои тонкости, и это мы будем делать во втором виде. Сейчас мы просто разберемся с формулами. Следующая формула – это формула номер 7, очевидно. И тут у нас есть энтельпия какой-то конкурирующей фазы. То есть это может быть Cobalt-2-Titan без Z, или это может быть Cobalt-Titan-2, или любой набор индексов, отвечающих за любой возможный сплав из данных трех элементов. И он, любой сплав, неравный этому, будет с ним конкурировать. И нам нужно отсечь те области, в которых конкурирующая фаза более выгодна. И именно для этого нам дается это равенство. В первую очередь мы определяем пределы, в которых, в принципе, возможен наш сплав гистлера. А далее мы кусочек за кусочком будем выбирать ту часть или ту площадь химических панциалов, где наш сплав гистлера может образовываться. И отсекается это следующим образом. То есть везде, где конкурирующая фаза невыгодна, то есть данные условия. Везде, где конкурирующая фаза невыгодна образовываться, есть вероятность, что будет образовываться наш сплав гистлера. И именно это нам следует запомнить. То есть дальше здесь говорится о том, что это применимо для сплава гистлера. И вот приводится несколько ссылок. Для закрепления давайте обратимся к поясняющему письму Толката Муратовича. Но то же самое. Нам нужно найти линию, при которой железо за два олова титан стабильнее некоторой бинарной фазы. И условие, которое было говорено в первую очередь, это энтальпия необходимого нам сплава. И второе условие – это неравенство, при котором конкурирующему сплаву менее выгодно образовываться, чем сплаву гистлера. То есть, поэтому здесь стоит знак «меньше». То есть, если химические потенциалы здесь меньше, чем энтальпия образования железоолова и титана, ну, допустим, это какая-то конкурирующая тройная фаза, то значит, химическим потенциалам выгодно оставаться самими собой. А там, где они остаются самими собой и при этом находятся в пределах, в которых у нас возможно образование нужной нам фазы, значит, именно в этой области нужная нам фаза будет образовываться. Таким образом, ну, здесь приводится пример. Ну, элементарно это система уравнений с тремя неизвестными, две из которых, если... То есть, одну из которых, если будет возможность, мы будем отсекать, одну мы будем задавать сами, и остается одна, которую нам нужно будет найти. В данном примере решение у нас в таком виде. И в случае равенства это прямая на плоскости. Если знак здесь больше, то это полуплоскость выше этой прямой. То есть, полуплоскость выше этой прямой именно та площадь, в которой будет образоваться Железо-2, Титан-Олова. Думаю, лучше будет обратиться к статье, где эти уровни не решались много раз. Вот такое количество раз. И в итоге, отсекая полуплоскость за полуплоскостью, линию за линией, они пришли к тому, что именно в этом пространстве химических панциалов, именно в этих значениях, образуется нужная нам фаза. И так для каждой бинарной фазовой диаграммы. На этом первый урок заканчивается. К Excel и к файлам вас мы перейдем на втором занятии. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...